Рок-группа Волощука СД отправляется в очередной рок-путешествие, на этот раз на Мальдивы. Мальдивы это самое большое коралловое государство в мире, расположенное в Индийском океане. Мальдивы это лазурное небо, это бирюзовый океан, это вечное лето, это красочная флора, фауна, подводный мир и это райское наслаждение. Надеемся получить массу впечатлений для создания новых рок-н-роллов, блюзов и баллад. Путешествуйте вместе с рок-группой Волощука СД. На верандочке немножко расскажу вам про Мальдивы, куда мы прилетели. Я понимаю, что вы все прекрасно можете прочитать в Википедии, в интернете порыться, все узнаете. Но я из другое знаю, что все мы русские люди, да и не только русские, наверное, все люди в мире ленивые, и поэтому читать им будет лень. Им проще послушать, что я расскажу, что я вкратце знаю об этой стране и об этом месте. Мальдивы это самое большое коралловое государство мира, то есть практически все острова это, конечно, коралловые рифы. Сама площадь этого государства составляет 90 тысяч квадратных километров морской территории, но суши всего лишь навсего 300 километров. То есть это 0,3 процента от всей площади страны. Расположены Мальдивы на 26 атоллах. Атоллы состоят из 1192 островов, небольших, основная масса которых просто необитаемые. А те, которые обитаемые, на них расположены в основном отели. Столица – это город Мале, это единственный город во всей этой республике. Население всей страны составляет 400 тысяч человек, всего лишь навсего. И основная масса из них живет как раз в этом Мале. Это и город, и порт, и авиапорт в том числе. Все вместе там, основная масса населения там живет. Население страны – это в основном выходцы из Индии и из Ближнего Востока. Вначале заселили Мальдивы еще 2000 лет назад представители южной части Индии. А потом уже в VI веке сюда подзаселились арабы и представители Ближнего Востока. Здесь исламское государство, президентская форма правления. Но до 1965 года это была колония Британии. Поэтому общаются здесь в основном на английском с туристами. Но некоторые люди уже узнают русский язык. Потому что понимают, что Россия и русские туристы – это скоро будут главными здесь туристами в связи с пандемией и закрытием всех стран. Открыто только вот Зензибар, Мальдивы, ну Турция открыта. Сюда, чтобы приехать, здесь, конечно, нам нужна справочка, что у тебя нету вируса, ковида. И все они ходят в масках. И в магазинах еще заставляют обдевать перчатки. Это обязательное у них условие. История Мальдив, конечно, трагичная. Почему? Потому что Мальдивы находятся на пересечении торговых путей, которые ведут из Юго-Западной Азии, оттуда от Аравийского полуострова, от Закавказья. Они ведут к Юго-Восточной Азии, туда к Таиланду, к Японии, к Китаю, вокруг Индии. Поэтому здесь пересечение торговых путей. И поэтому за это место, конечно же, воевали люди. Сначала здесь воевали представители наших благородных, аристократических, демократических держав. Португальцы с голландцами воевали в 16 веке. Захватили сначала португальцы в 1558 году. Они захватили Мале и захватили острова. Но продержались надолго, 15 лет. В 1573 году восстание произошло. Их тут вышвырнули, уничтожили. Но говорят по многим источниках, что их просто истребили. Но после них сюда, после португальцев, зашли голландцы. То есть сменили одних альтруистов на других пацифистов. А уже в 18 веке сюда прибыли самые главные либералы с демократами всего мира. Которые демократию несут во всем мире. Англосаксы, Британская империя сюда зашла. Установила здесь свой протекторат и сделала это колонией своей. И они правили здесь. В 1965 года. То есть эти люди захватывались весь мир и поучают нас, русских, как надо быть демократами. Только в 1965 году под давлением местного населения они отсюда убрались. И в 1966 году здесь уже установились дипломатические отношения России с республикой Мальдивы. Здесь, конечно, посольства нет как такового. Но есть консул в городе Мале. Поэтому в случае возникновения каких-то ситуаций непредвиденных туристических, конечно, нужно обращаться к консулу. В 1965 года. Недавно они обрели независимость полную. И превратились из султаната, какой ими и были Мальдивы. Они превратились уже в президентскую республику с 1968 года. Выборы тут уже проходят. Здесь есть даже 9 политических партий, 6 из которых парламентские. У них есть президент, он же председатель правительства. Есть парламент. Основной доход. Чем они тут, конечно, зарабатывают? Это, конечно же, туризм. Где-то процентов 30 всего дохода. И рыболовство. Остальное все мелкие какие-то производства. На мелких производствах каких-то. Выращивание риса, выращивание бананов. Там заняты в основном женщины. Мужское население в основном это рыбалка. В ВВП интересно сравнение с Россией. В ВВП всех Мальдив 6 миллиардов долларов в год. Около того, где-то в этом районе. Но получается в пересчете на душу населения в среднем 15 тысяч ВВП на душу населения. Это очень серьезно. Это 56 место в мире. В России около 12 тысяч. При том, что у нас 4 триллиона 300 миллиардов долларов в оборот. Но у нас 150 миллионов населения. Поэтому мы чуть ниже на душу населения по ВВП. Что здесь еще интересно для туристов наших? Про визы расскажу. Визы здесь есть разные. У нас установлен безвизовый режим с Мальдивами. Потому что лететь можно спокойно, что-то без всяких виз. Но для остальных, для тех, у которых межгосударственных соглашений нет, то есть здесь визы туристические. Есть визы бизнес-визы для предпринимателей. Есть визы marriage, то есть женительские визы. Если ты вышел замуж за мальдивианца, либо женился на Мальдивке, то есть такие визы специальные. Но есть особые визы, называются резиденц-визы. Что это означает? Если ты инвестировал в Мальдивы больше 50 миллионов долларов, или приобрел недвижимость стоимостью больше миллиона долларов, то тебе выдают такую визу. Она, по сути дела, постоянная. Вот вкратце рассказал вам немножко о Мальдивах. Так это было захолустье мировое, конечно же. Что-то посреди океана заброшены какие-то коралловые острова. Но в 20 веке, во второй половине, после того, как отсюда ушли демократы с либералами, здесь начал развиваться туризм. И очень он расцвел при втором президенте. Абдуля Гаюми, который здесь развил туризм. И это стало одной из основных статей дохода. Теперь по поводу самого климата и отдыха, конечно же. Здесь рай, на самом деле. Туристический рай. Что это значит? Здесь не жарко и не холодно. Здесь стабильная температура в течение всего года. В районе 30 градусов воздух. А вода в течение, опять-таки, круглого года 27-28 градусов Цельсия. Поэтому, конечно же, здесь наслаждаются люди этим мягким климатом. Он, конечно, очень влажный из-за того, что очень низкая поверхность. Самая высокая точка Мальдивы – это 2,5 метра. А в России – Эльбрус. Это 5462 метра высотой. Но зато здесь белоснежный песок. И поэтому он не нагревается. Он отражает солнечные лучи. Ты здесь идешь по нему и ноги это не обжигает. Если в Турции коричневый песок, там обжигает. А, допустим, в Греции на острове Санторини там вообще вулканический черный песок. То там просто ноги горят. Там невозможно с**ить без обуви на песок. То здесь он белоснежный. Не нагревается спокойно. Единственный недостаток для меня лично. Ну, вода тепловата для меня. 28 градусов. Хочется, чтобы она была по прохладнее. Но ничего, тоже хорошо. Развлечения всякие вечером тоже обеспечены. И разные представления. И музыканты. Каждый день это делается. Ну вот, вкратце вам рассказал. Вам теперь не надо залазить в Википедию. Узнавать, что такое Мальдивы. С чем их едят. На чем тут ездят. На чем перемещаются. А сколько лететь? 7,5 часов. Это чтобы вы были в курсе. Но самолеты приличные. Летает в основном сюда Аэрофлот. Это постоянные рейсы. И летают чартерные компании. В основном Азур турецкий. Нормальные самолеты. 777-е Боинги. Поэтому просторно, широко. Кормят поезд в дороге. Нормально. Можно лететь. Ну, все вам про Мальдивы рассказал. Идемте плавать. Идем в океан. В море океан. Ну, вот оно. Главное богатство Мальдив. Кокосовые пальмы. Так и хочется песню спеть. Знаменитых белорусских сябров. Вы шумите, шумите. Надо мною мальдивские берозы. Калышицы, люляйцы. Свой мотив вековый. А я лягу-прилягу. Край гостинца старого. На белоснежном пляже. У лазурной воды. Вот он. Двелоснежный пляжик. Пойдем. Ну, что могу сказать вам. Уважаемые любители рок-музыки. Вода прекрасная. Вот это вот. Вот такое вот, я вам скажу, такую горькую правду. Что вода прекрасная. Песок не горячий, а воздух горячий. Поэтому, чтобы не отжечься, лайфхак номер три. Здесь надо сразу же смазываться защитным от загара кремом. Иначе к вечеру ты будешь смазываться кремом после загара, который снимает ожоги. Это лайфхак номер три. За это надо сразу. И лайфхак номер четыре. Раскрываем секрет страшный. Я вам один секрет уже раскрывал. Где надо подзаряжаться энергией. Космоса. Энергии космоса. Это на Красной площади в Москве. Там пересечение космических сил. Там энергии ездят настоящие хорошие рокеры. Ездят туда набираться энергии. На Красную площадь. Вот Волощук туда постоянно ездит. А здесь надо брать энергию океана. Это надо делать всегда. Находить возможность хотя бы раз в год приехать на море. И зарядиться энергией мирового океана. Потому что мы все вышли отсюда. Все вышли из воды. Потом уже развивали всякие моллюски. Шмоллюски. Росли, росли, росли. Да, росли до всяких бронтозавров. Терексов. А потом в обезьяны повырастали. Из обезьян выросли люди. А вышли отсюда из воды. Поэтому надо обязательно хоть раз в год найти время. Заработать денег. И съездить на море. А желательно на океан. Энергия здесь сконцентрирована. Поэтому я раз в год минимум выезжаю. Вот ковид правда помешал. В прошлом году так мы летом и не выехали никуда. А так в море это обязательно. Вот такие я вам 4 лайфхака рассказал. Смотрите. Пишите благодарности в комментах. Что вы еще говорите. Благодарим тебя за то, что ты такие секреты раскрыл. Никто не знал. А ты раскрыл. А мне ж не жалко. Я же настоящий русский рокер. А русский рокер он же такой вот понимаете. Бескорыстный, альтруистичный. Он людям только добра желает. И несет им свое творчество. Практически бескорыстно. Профессуры Из жизни докторов наук Истории вам без цензуры Расскажет рокер Валащук Расскажет рокер Валащук